Всем привет! Напомню, меня зовут Ирина и сегодня расклад на тему Чего вы не ждете, но это случится? Какая перемена изменит все или очень многое в вашей жизни? Давайте посмотрим, чего вы не ждете, но это произойдет. Какой у вас настрой сегодня на будущее? Давайте посмотрим, какой настрой позитивный, либо как-то вы уже перестали ждать перемен. Ну, настрой неплохой. Королева Пентакли – карта человека, который, несмотря ни на что, всегда сохраняет в себе ресурс. То есть вы поддерживаете в себе огонь веры, огонь веры и надежды. Может быть, знаете, даже сами иногда задаетесь вопросом, откуда вы берете силы в этой истории, потому что очень тяжело. Десятка жезлов, какой-то груз несете. Или этот путь уже реально утомил вас, вы устали от этого. Но карта Маг говорит о том, что в тот момент, когда вы будете ощущать усталость, когда захочется все бросить, когда вас будет одолевать отчаяние, всегда высшие силы дадут вам ресурсность, дадут вам энергетическую подпитку по карте Маг. Вы все равно удержите свои сильные позиции. Сегодня у вас в жизни сильные позиции. Но даже если нет каких-то серьезных успехов, не покоряете вы никакие вершины супер-пупер успешные, в вашей жизни есть стабильность. Фактор стабильности – это тоже очень много для человека, для человеческой жизни. Вы сегодня достигли какого-то уровня и сохраняете стабильность этого уровня. То есть ниже своих достижений сегодняшних вы не упадете. Хотя обстоятельства складываются очень для вас непросто. Какой настрой у вас? Ну-ка посмотрим. Ну смотрите, настрой хороший, позитивный. Несмотря на то, что здесь выпадает карта сложная, достаточно тройка мечей, она говорит о неком хаосе. Но вы как человек привыкший, вы же королева Пентакли. У меня в раскладах королевы Пентакли почему-то в основном выпадают. Люди, которые настроены на успех, которые видят путь к успеху. Вы человек плана, вы человек самодисциплины, вы человек, для которого важна определенность, четкость, ясность. В вашей голове все по полочкам разложено. Если вы решаете какую-то задачу, вы видите, что можно сделать для начала, в первостепенном значении, что потом. То есть у вас в голове всегда присутствует какая-то система. Но Пентакли вы и они такие. И это позволяет вам экономить ваши ресурсы. Вы редко теряете энергии. Но устаете, конечно, как и любой человек. Но устаете вы не от самих проблем, а от того хаоса, который создают другие в вашей жизни. Вот по тройке меча – это хаос, который создают другие люди вам. Здесь остановка или осложняется ситуация по десятке жезлов не тем, что вы какие-то ошибки допускаете. Нет. Осложняется она тем, что кто-то допускает ошибки. Создаёт хаос. Потому что нет системы. Нет поэтапности. Нет чёткого продуманного движения. Здесь какой-то человек создаёт вам сегодня проблемы в ваших делах. И в финансовых в том числе. Но вы продолжаете надеяться на счастливый случай по карте «Колесо фортуны». При этом наивным человеком вас не назовёшь. Потому что пентакливы и королевы – это люди, которые трезво всегда оценивают обстоятельства. Вы понимаете суть проблемы. Вы понимаете происходящее. Вы понимаете, что если так дальше будет продолжаться, вы на принцип пойдёте. Вы пойдёте, решитесь, да, на серьёзный разговор. Возможно. Потому что вас этот хаос не устраивает. Вы понимаете, вы человек системы. Вы понимаете, что в хаосе невозможно достичь результата. Но вам кто-то упорно создаёт беспорядок. Суета какая-то, спешка, а толку нет. Понимаете? Суета – какое-то хаотичное движение, не приводящее ни к чему. Какой-то бег по кругу здесь. Ну-ка посмотрим, кто создаёт вам сегодня преграды. Кто? Что? О, мужчина. Мужчина суетной какой-то. Мужчина, в голове у которого, знаете, нет ориентира, нет определённости. Он считает, что чем больше он успеет, чем больше он будет держать в своём поле зрения, тем больше он притянет ресурсности, да, тем больших вершин он достигнет. Здесь человек с ошибочным каким-то мнением собственного успеха, с ошибочным видением собственного успеха. Получается так, что вы как бы видите эту ситуацию по-своему, а он по-своему. Вы видите более как-то трезво, вы реалистично к этому относитесь, вы считаете, что здесь должна быть определённая система, да, проще сделать так, так и так, и тогда ситуация достигнет того итога, который вам нужен. А вот человек здесь создаёт хаос, суету зачем-то. Ну вот он считает, что чем он больше ресурсности подгребёт под себя, тем он как бы будет больше себя уважать, может быть, больше иметь, будет перспектив, больше козырей будет у него. А в итоге застой получается. Ну потому что хаос, который вот в его голове, он, конечно, не способен привести к чему-то мудрому. И отсюда у вас стагнация, именно по вине вот этого мужчины. Чего вы не ждёте уже? Вы уже не ждёте, что, знаете, произойдёт всё само по себе. Вот подходите уже к такой точке, к точке невозврата, да, когда приходит постепенно уверенность в том, что пока вы эту ситуацию не повернёте, да, не заставите обстоятельства в корне измениться, ситуация не сдвинется с мёртвой точки. Может быть, вы ждёте сейчас решения от этого мужчины. Вы всё-таки продолжаете, возможно, надеяться на его благоразумие, на его мудрость, но по итогу тишина. И вы сегодня уже как раз вот задумались, да, вот он ведь задумался о том, что надо бы, наверное, сделать какой-то судьбоносный поворот, да, надо как-то этому человеку намекнуть, что вам в этом хаосе некомфортно, я так не хочу, да, меня не устраивает вот эта ситуация. Мне нужен результат, мне нужна определённость. Что толку твоя суета, да? Вот суетиться, суетиться мужчина, а толку нет. Может быть, вам обещают что-то, постоянно обещаниями кормят, а ничего из этого не реализовано до сих пор. И вы уже готовы даже вопрос ребром поставить. Вот к этому всё идёт. Хорошо, что произойдёт в этой истории? Что произойдёт? Ваша карта «Женская энергия». Вот разговор у вас, мягкий разговор, но вы при этом императрица. Вы этому человеку даёте понять, что в этой истории ваши позиции сильнее, что ваши требования, они адекватнее, да, что их нужно выполнить, что ваше видение, ситуация, она является наиболее объективным в этой ситуации. Это будет разговор с одной стороны двух таких друзей, людей, которые давно знают друг друга. Дипломатичный, спокойный разговор, в котором будут подняты те задачи, которые насущные, да, которые, собственно говоря, вот вы и сейчас хотите решить. То есть вот эта проблема, затянувшаяся, наболевшая, она будет поднята в этом разговоре. Как-то мягко вы к этому подведёте, да, мужчину, но при этом останетесь императрицей, да, будете соблюдать такую субординацию. Скажете, ну, вообще-то я здесь в этой истории главная, да, какая-то ресурсность может быть на вашей стороне, вот здесь приоритет какой-то есть у вас. И он понимает, что он обязан это выполнить. Возможно, вы какие-то условия перед ним ставите, да, в этом разговоре, и он понимает, что ему от этого не уйти, потому что он должен это выполнить. То есть вы так мягко, дипломатично, тонко, изящно подводите человека к исполнению своих обязательств. Как он к этому отнесётся? Как он к этому отнесётся? Начнёт что-то планировать. Ну вот, смотрите, с вашей подачи уже в голове у него какая-то система начинает выстраиваться. Уже он поэтапность какую-то рассматривает, да, рыцарь Пентаклий. И вот она победа, шестёрка жезлов. Победа. Но сказать, что он будет доволен таким развитием событий, что он полностью останется удовлетворённым тем результатом, к которому вы оба пришли, я не могу. Рыцарь мечей – человек, который импульсивный по своей натуре. Человек, который рвёт и мечет, если что-то не по его. Он, конечно, вам внешне не покажет своего истинного отношения к этому всему, к чему вы пришли. Результат он будет, однозначно. Вот то дело, которое сегодня вас объединяет, оно завершится для вас успехом, потому что у него не будет шансов просто по-другому себя повести. Он доведёт эту ситуацию до конца. Но внутри, как бы в душе, он останется то ли обижен на вас, то ли не удовлетворён. Вот как будто внутри рвёт и мечет его нутро. Это как против него. Не этого он ждал, не этого он хотел. Получить от вас. А чего он хотел от вас получить? Пентакливая карта, шестёрка пентаклей. Больше финансов он хотел. Или какой-то ресурсности от вас. Вот вы здесь человек ресурсный мне падаете. Вы человек, возможно, обеспеченный. Может быть, у вас работа хорошая, прибыльная. Вы умеете зарабатывать деньги. Свой бизнес, может быть. Либо же у вас какая-то уважаемая должность. А мужчина ваш находится на менее, скажем, ниже статусом вас. В менее каких-то выгодных позициях. Потому что у вас превосходство здесь чувствуется. То есть вы как бы управляете этими отношениями. А мужчине очень хотелось бы управлять этими отношениями. И вы ему дадите понять, что вы императрица вообще-то. Вы ему, возможно, помогаете как-то по жизни себя найти. Может быть, вы там его держите в своих финансовых энергиях. Вы хотели, может быть, построить отношения с ним. Партнёрские отношения. Брачные отношения. Вы хотели помочь человеку финансово как-то развиваться, расти. По карьерной лестнице. Читается огромное желание женщины вытянуть какого-то мужчину с самых низов. Вот вы сами сумели подняться. И встретили когда-то, видимо, человека, которого захотелось вам тоже поднять с низов. Помочь ему. Но он настолько принципиален по жизни. Он настолько импульсивен, порывист, что, в общем, трудно вам с ним. Очень трудно. Нет в нём вот этой системы, которая есть у вас. Вот вам что помогло в жизни подняться? Какая-то система. Ваша внутренняя самодисциплина. Вам тяжело, но вы идёте вперёд. Перед вами масса каких-то задач стоит. Вы решаете одну за другой. Не получается одну задачу решить, вы берёте другую и пока решаете то, что возможно в данный момент времени решить. То есть у вас в жизни и в голове всегда царствует некая самодисциплина, система. И эта система, этот порядок определённый, некий режим жизненный, он помогает вам жить плодотворно, добиваться результата. Подниматься выше, выше и выше. Чего нет у этого мужчины. Он считает, что чем больше он под себя подгребёт ресурсности, тем больше он будет иметь. На самом деле он только суетится. Он тратит энергии на суету, а не на решение конкретных задач, как вы. Вот такой здесь человек. Что здесь произойдёт в ваших отношениях? Что здесь произойдёт? Ну, во-первых, эти отношения к концу идут. И вот десятка мечей, она про конец. Она про какое-то нелицеприятное открытие. Ну, возможно, вы вдруг откроете глаза реально на этого человека и поймёте, что он вам не пара. Вам с ним не по пути. Это неприятное открытие. Для кого-то болезненное, конечно. Но одновременно с этой эмоциональной такой вот... Ну, даже не боль, я не могу сказать, что это эмоциональная боль. Одновременно, наверное, с внутренней какой-то борьбой, быть или не быть с этим человеком, вы всё-таки включите разум. Вы поведёте себя как человек, привыкший всегда к определённости. Вы не любите подвешенные ситуации. Если перед вами стоит задача, вы её решаете. И вот она, задача перед вами встаёт. Что с этим мужчиной дальше делать? Быть с ним в отношениях? Стоит ли его тянуть дальше на свой уровень, вытаскивать или нет? И я скажу так, вы примите для себя решение. Вот как всегда привыкли принимать решение. Даже если вам больно, даже если вы будете понимать, что вам нужно время для того, чтобы просто морально от этого отойти. Вы примите это решение. Оно болезненное для вас, оно не простое, но оно назревало давно. И после этого перезагрузка полная в ваших отношениях. Вы как будто груз какой-то сбрасываете. Вы для себя сделаете определённый вывод касательно отношений с этим мужчиной. К этому всё идёт. К определённости, к чёткости, к принятию серьёзного жизненного решения. И полная перезагрузка в вашей жизни после этого. Облегчение просто какое-то душевное. Вот она, дверь закрыта. Закрытая дверь. Вы закрываете дверь навсегда. Но этого мужчины к вам претензии тоже какие-то. Вы знаете, скажем так, я говорила, что его нутро будет сопротивляться. Он будет понимать, что вы тысячу раз правы, но при этом никогда до конца не согласится. Это такой спорщик, это такой человек, который всегда будет настаивать на своём. Даже тогда, когда он не прав, он будет искать какие-то несуществующие факты для того, чтобы оправдать себя и свою правоту. Если отношения здесь обострятся, то может быть конфликт. Может быть конфликт между вами. Но вы человек мудрый. Вы так сумеете как-то изящно, тонко вырулить, чтобы не было конфликта. Вы сумеете подойти к этой ситуации тонко, осторожно и избежать его каких-то претензий. А у него претензий к вам очень много накопилось тоже. Хотя здесь вот правомерные на самом деле только ваши претензии, потому что вы ждёте его долгое время. У вас готова система своя. Ты возьми и прими вот то, что уже есть. Нет, он пытается выковать что-то своё, изобретает свой велосипед. При этом создаёт только хаос вокруг. Ну вот ситуация идёт, видите, к справедливости, к концу, который и должен, в общем-то, быть. Всё для вас будет в рамках закона, если у вас, например, с ним какие-то отношения юридического характера. Закон здесь, справедливость, на первый план выходит для вас лично. Но и для вас эти отношения тоже опыт. И вот эта ситуация затянувшаяся, это тоже определённый опыт по Верховной Жрице. Верховная Жрица — это карта познания. Это когда человек получает колоссальный жизненный опыт из трудностей. Он делает правильные выводы. Он определяется для себя в чём-то и понимает, нужен мне этот человек, да, в данном случае, в контексте данного расклада, либо нет. Нужны эти отношения. Зачем? Для чего? Это карта глубокого анализа. Когда ты вдруг видишь, вот просыпается в тебе внутреннее зрение, и ты понимаешь, что ты просто тратишь пустое своё время. То ты вкладываешь свои энергии в то, что никогда не сможет принести тебе плодов. Чего не ждёте, но это произойдёт? Вот не ждёте вы правды, но она восторжествует. Не ждёте вы колоссального жизненного опыта. Вам кажется, возможно, сегодня, что эта ситуация для вас тяжкий такой груз, камень, да, преткновение. Но на самом деле, когда это всё завершится, вы почувствуете какую-то, знаете, вот в себе новизну. Как будто вы стали ещё на ступеньку выше в своём духовном развитии. Об этом королева, верховная жрица. И закрывая эту дверь, вы одновременно открываете новую, новую дверь в свою новую жизнь. Вот здесь будет у вас император. Вот тут настоящий мужчина, смотрите. Мужчина внутренний такой, знаете, ну, как сказать, взрослый, да, вот иерофант. Мужественный, внутренний, готовый реально к принятию серьёзных решений в жизни. Человек глубокий, иерофант. Человек глубокий, который на самом деле жизнь тоже познал не понаслышке. Вот этот товарищ, он жизнь не познал. Он сколько живёт, столько под себя гребёт. Он выбирает удачное что-то. И думает, что накопив, где-то схитрив что-то, да, накопив себе ресурсность, он будет счастлив. Нет. Когда-нибудь он станет рабом своих же вот этих ресурсов, своих богатств. Какие там у него богатства? Финансовые или к чему там он стремится? Там к финансовым стремится. Пентагливые карты были. А здесь человек совсем другой. Вам встречается император. Человек с опытом жизненным. Человек, имеющий сильные позиции. То есть у него своё мнение. Император. У него твёрдая почва под ногами. У него трон. Он не поступит со своим мнением. Но при этом он не уперт. Он умеет аргументировать. Почему он так думает? Почему он выбирает ту или иную свободную позицию? Почему он с тем или иным аспектом жизни не согласен? Он донесёт до вас вот эти мысли. Человек серьёзный. Человек надёжный. Человек, имеющий своё мнение. Вот тот, кто сможет быть вне конкуренции. Вне конкуренции. У вас выбор будет, возможно, после того, как вы завершите отношения с этим человеком. Выбор. Но император будет вне конкуренции. Это когда ты чувствуешь и понимаешь, что это он. Вот каким-то чутьём внутренним. Лампочка загорается. Вы поймёте, это он. Это какая-то случайная встреча. Скорее всего. Счастливый случай или что здесь? Давайте посмотрим. Ну да. Счастливый случай. Паш Кубков. Случайность. Вот оно. Знакомство вам падает. Рыцарь Кубков. И вот оно, достижение большое. Знакомство судьбоносное, да? Туз, меч и кармическая карта. Меч. То, что должно свершиться. Оно свершится. Человек этот должен быть с вами рядом. Значит, он будет с вами рядом. Он найдёт к вам дорогу. Ну, у вас трудная дорога через дьявола. Дьявол вам сковывает свободу. Может быть, кстати, вы по ста си дьявола, вот тот мужчина был. А вы воспринимали его как человека с чистыми энергиями. А он сущий дьявол. А ему только пентакли нужны. Вот я сказала, там ресурсы какие-то у него финансовые. Подгребает, да, под себя деньги. Там пентакли. У него вообще на уме только деньги, карьера, бизнес. И ему совершенно наплевать на ваши чувства, эмоции. На ваши отношения к происходящему. Он не уважает, не ценит ни вас, ни ваши принципы жизненные. А здесь другой мужчина, да, совершенно другой человек. Вот она, карта удачи. Ту с пентакли удача. Завершается всё удачей для вас. Хотя сегодня вы можете вообще не ждать нового мужчину в свою жизнь. Но он придёт, как видим. Поэтому не сильно там настраивайтесь на этого товарища. У вас есть какие-то с ним проблемы, разбирайтесь потихонечку. Следная будет вам помогать, способствовать тому, чтобы этот человек пошёл на контакт. И как-то вы побыстрее разгребли ваши трудности. Но можете понемножечку настраиваться уже на нового человека. Потому что там уже шансов нет. Шанс у вас будет другой стороне, на другой дороге. На этом всё. Всех благодарю за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok